В числе 12 самых главных христианских праздников, этот единственный, событие которого напрямую не связано с евангельским повествованием. Воздвижение Креста Господня произошло через 300 лет после земной жизни Иисуса Христа. Тем не менее, в мировой истории вряд ли найдется еще одно такое же событие, которое столь радикально изменило бы от развития мировой цивилизации. Всего 20 лет понадобилось Риму, чтобы из языческого стать христианским. После того, как престол Вечного Города возглавил Константин Великий, он сначала провозгласил веротерпимость, а впоследствии узаконил христианство в качестве официальной идеологии. По заданию императора, его мать, царица Елена, разыскала подлинный Крест Господень. И вот уже почти 1700 лет в честь этого события совершается поклонение главной святыне христианского мира. А после того, как было обретено Древо Креста Господне, христианство распространилось сначала по всей империи, а к нашему времени дошло до каждого уголка планеты. К моменту восшественного престола императора Константина многие были христиане, даже из двора, но это скрывали. Поэтому особого труда не составляло, когда это уже государственная власть начала проводить политику в отношении церкви определенную. Оказалось то, что общество оно готово принять. В день воздвижения Креста Господня во всех православных храмах мира проходит торжественное богослужение. В современной традиции крест уже не является орудием казни, как это было в прежнюю эпоху. Жизненный путь человека начинается с крещения, и всю жизнь он носит данный ему крест. Ну, во-первых, мы, когда рождаемся, нам батюшка при крещении одевает этот крест. И мы носим этот всю жизнь крест, потому что это защита наша. Крест, он спасение, защита и наша сила. Несмотря на жизнеутверждающую идею праздника, устав предписывает строгий пост в память о страданиях Бога-человека Христа и всех христианских мучеников. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...